По условиям договора мост надо отремонтировать за месяц. Город поставил жёсткое условие. Ремонтировать по одной полосе, чтобы две всегда были свободны для автомобилистов. Рабочие требования выполняют, но от пробок это не спасает. Ну вот с утра, например, если часть к 8 выезжать, то, конечно, долго ехать приходится. Наверное, где-то в районе 30 минут. По поводу скорости работы, конечно, хотелось бы побыстрее, как, наверное, всем нам. Чтобы рабочих помыше был и побыстрее сделали дорогу. Подрядчик приступил к работам 22 июля. Значит, закончить должен 22 августа. За две недели отремонтировал только одну полосу. Сейчас снял старый асфальт на второй. Так что побыстрее вряд ли сделает. Мало того, активисты Народного фронта заметили, что из 5-6 рабочих иногда работает только один. А бывает, создаётся впечатление, что вообще никто не работает. Люди вроде бы находятся на мосту, но объём работы не выполняется. Что делают? Не видно. Дело в том, что у людей бывает перекур, бывает в течение часа отдых. Здесь за смену проезжает 30 тысяч автомобилей в сутки. И кто-то, может быть, и видит, как рабочие отдыхают. Но у нас есть сроки производства работы. Я считаю, что мы у них укладываемся. Последний раз мост ремонтировался в 2013-м. Эксперты говорят, тогдашний подрядчик не совладал с поперечными деформационными швами. Их на мосту 20. После того ремонта автомобили на них подпрыгивали. И именно от этих швов пошло разрушение асфальтового покрытия. Сейчас швы обрабатываются специальным эластичным битумно-полимерным герметиком. Благодаря ему новое асфальтовое покрытие должно прослужить дольше, а машины перестанут подпрыгивать. Данный герметик растапливается в специальном котле. У нас есть специальная машина, которая производит растапливание данной мастики при температуре 160-170 градусов. Далее туда добавляется разогретый гранитный щебень. Далее там всё перемешивается и непосредственно укладывается в шов. Подрядчик признался, это первый в его жизни мост. До этого менять асфальтовое покрытие на арочных объектах ему не приходилось. Но он уверен, что задачи справятся. Заказчика работ в лице представителя городской администрации трудовые будни подрядчика пока устраивают. В настоящее время подрядная организация укладывается в установленные контрактом сроки. Контракт с подрядчиком подписан на 7 миллионов рублей. Если перекуры рабочих будут затягиваться и 6 тысяч квадратных метров моста не отремонтируют к 22 августа, подрядчик не только не увидит этой суммы, но и заплатит штраф. Он зависит от объёма невыполненных работ на момент окончания контракта и количества дней просрочки.